Леопарды вышли на тропу войны. А истребители танков объявили священную охоту на зверя. Ты будешь уничтожен, все они сгорят. Российские чинуши записали пропагандистов в предатели. Соловьёву приготовятся. 23-й год будет очень опасный. А в США сбили разведывательный аэростат китайцев. Как тебе такое, Илон Маск? Всем привет! Меня зовут Фёдор Шиленко. Это программа «В тренде». И сейчас мы вместе пробежимся по самым интересным местами смехотворным. И, конечно же, важным новостям в соцсетях. Первые леопарды уже вышли на тропу войны. Легендарные танки на пути в Украину. Накануне из Канады вылетел самолёт с боевыми машинами. Историческое видео выложила министр обороны Канады Аната Ананд. Конечно же, в России тут же объявили настоящую охоту на леопардов. Твои леопарды отдыхают против наших танков 90М. Вот ты будешь уничтожен. Все они сгорят просто большим пламенем. А мы, отряды Путина, каждому из ребят, кто сожжёт их леопардов, выжжет, мы каждому дарим вот такой подарок Владимира Владимировича Путина майку. Только Путин. Вот так. На передовую борьбы со страшным зверюгой вышли истребители хищного запада. Это путинские бабушки. Никто Россию не победит. Вы уже пытались в 41-м году. И что получилось? Забыли, где Паулюс, где ваши командованные, где они были? Всё уничтожено. А теперь по новой. Не остался в стороне от бабушкиных угроз западу и дедушка Тигран. Это тот, что муж Симоньян. После того, как нам на поля прислали леопарды с крестами на башню, я не знаю, где мы закончим эту войну. Надеюсь, там, где мы окончательно решим вопрос с европейским нацизмом. То, что нам помешало решить атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. У нас не было бомбы, а у них она уже была. Сейчас всё по-другому. Им нужны только яйца и воля. Но дальше всех пошла пропагандистка Юлия Витязева. Эксперт по всему и, конечно же, по оружию. Точно знает, не так страшны танки, как их молюют. Я прекрасно понимаю, что танки, да, они придут на Украину. И они пройдут по Украине. И они успеют нанести урон, ущерб, да, и принести горе и слезы. Просто биться головой о стул. Да, вот, придут танки, мы все умрём. Да не умрём. По крайней мере, не сразу. На конце концов, человек вообще смерть. С экспертным мнением Юлии лучше считаться. Вон, как она ранее успешно рассекретила заклинившие над новой Каховкой американские спутники. Меня раздражает, что даже над новой Каховкой за пару дней до этого же спутник прошёл американский. Так он не висел, его аж заклинило во время удара ракетного. Своё мнение о подобных экспертах оставляйте в комментариях. С радостью их почитаю. А также ставьте этому выпуску лайк, подписывайтесь на наш канал и звоните в колокольчик. А в США тем временем, наконец, сбили китайский воздушный шар. На перехват аэростата был отправлен американский истребитель F-22. Подбитый шпион упал в Атлантический океан у побережья Южной Каролины. Американские мемоделы, в том числе и Илон Маск, не обошли эту новость стороной и попросту засыпали соцсети мемами. Смех, конечно, смехом, но инцидент серьёзный. Пентагон официально заявил, шар использовался для наблюдения за стратегическими объектами США. Госсекретарь Энтони Блинкин отменил заранее запланированную на 5 февраля поездку в Пекин. А МИД Китая выразил недовольство действиями США, обвиняя Америку в сбитии якобы гражданского летающего объекта. Состоялся очередной обмен пленными. 116 украинских героев вернулись домой. Защитники Мариуполя, снайперы с бахмутского направления, херсонские партизаны, представители нацполиции и нацгвардии. Вскоре, наконец, увидятся со своими родными. Кадрами обмена поделилась служба безопасности Украины. Состояние неудовлетворительное. Это все, что нужно знать о российском плене. Вы просто сравните, как выглядят пленные оккупанты после обмена и как выглядят украинцы. Да, Украина придерживается Женевской конвенции. Так что, россияне, если хотите жить, сдавайтесь. А вот российскому нацисту Игорю Мангушеву не повезло. В украинский плен он не сдался и теперь лежит в отделении нейрохирургии с пулей в черепе. Почему же я решил остановиться на этом персонаже? Потому что ранее этот боец с черепом в руке рассуждал об уничтожении украинцев. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Мавороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Именно поэтому в этом трагедия украинских солдат, что мы воюем с идеей, поэтому нам на с**, сколько их надо убить и как их надо убить. Но карма все-таки штука страшная. И самое интересное в истории с Мангушевым – то, что выстрел был произведен в упор. И свою пулю этот Гамлет получил от своих же. И вот угольно и спешно покинул Донецк, а берегу прилетело. В украинских диверсантов я не верю. Опять те же грабли, опять работа своих. Версию военкора подтверждает и жена Мангушева Татьяна. Потому что мой муж с 3-го на 4 февраля этого года, находясь в ТЛУ, в городе Стаханов Луганской Народной Республики, при неустановленных обстоятельствах, получил пулевое ранение в голову. Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Причем она уверена, его не просто подстрелили свои, а публично казнили. Похоже, правила вагнеровцев прижились и в регулярных частях войска РФ. И более того, не завезено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушением убийства и даже казни. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния в область затылка под углом 45 градусов сверху вниз. Казалось бы, уже пора привыкнуть. Но я все еще не перестаю удивляться. Татьяна взывает к помощи руководства и Путина, который и отправил ее мужа умирать в Украину. Обращаюсь к руководству Министерства обороны Российской Федерации, к руководству военной прокуратуры, следственного комитета и ФСБ. И вообще ко всем, кого это может касаться, с просьбой выяснить, почему не проводятся следственные действия, не оказывается надлежащая медицинская помощь моему мужу. Но на Мангушеве бумеранг не остановился. Российским пропагандистам приготовиться. Деньги отработали. Населению хорошенько промыли мозги. Теперь что? Правильно. Власть имущие, а именно единоросс, Олег Матвеевичев, объявил вас новой угрозой. С тему коррупции у нас теперь оседлали наши турбопатриоты. Соловьёк и вошелы. Конечно, конечно. Вот об этом и речь. То есть эти люди сейчас единственная опасность для нашего государства. Турбопатриотический модель с легкой ливизной, с разговорами заодно и про коррупцию и так далее, это как раз и есть способ вывести людей. Ух, уже даже интересненько. Сколь скоро Симоньян начнет гнать на Соловьёва. Соловей на Тиграна, а Тигран на Скобееву. Кажись, на российском ТВ в скором времени начнутся настоящие голодные игры. Российские говоруны выдавали множество первов. Мы с вами часто сравнивали Россию с океанией, страной из антиутопии Орвала-1984. Так вот, кажись, у россиян начались серьезные проблемы с воображением. И оправдание развязанной войне они тупо берут из книги. Свобода – это рабство, а мир – это война. Война – это победа. Война – это любовь. Война – это друг. А вот так обрабатывают детей на Кубане. Там второклассникам провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей. И ребята, на середовой солдаты наши, они просы, чтобы мы им вот этих вот свечей наделали и отправили. Мы собираем это все, а мы складываем посылки и отправляем их за солдатами. Они, конечно, безумно счастливы все, что мы их поддерживаем и помогаем. И подобным воспитанием поколений занимаются не только в школах и на общественных лекциях. Дома родители зетники также сделают все для того, чтобы их чадо выросло настоящим русскомирцем. Хохо, стреляй, хохо. Убей. Убей, хохо. Ктей. Еще. Ктей. И контрольный блок. Ктей. Ты еще живой? Ты что, бессмертный? Некогда хорошая советская и российская актриса Татьяна Васильева не удержалась. И на старости лет таки извалялась целиком в грязи Z-пропаганды. 76-летняя старушка, уже явно имеющая нарушение в причинно-следственных связях и страдающий отсутствием внимания к своей персоне, таскается по российским телеканалам и рассказывает, с какой готовностью поехала бы стрелять и убивать. Я люблю Россию, я люблю, что я россиянка. Я люблю, и я, если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда, понимаешь? Поехала бы. Прямо... Ну, чтобы признать, что виновен в этом Путин, она... Ну, то есть бабулька совсем запуталась. То им там на России живется спокойно, то вокруг катастрофа, хаос и растерянность. Женщина, определитесь уже, а то как-то это все неубедительно звучит. Организаторы шоу на Первом канале могут и не заплатить за такую откровенную халтуру. Люди все растеряны. Такой хаос сейчас и в головах, и в поступках, во всем. Никто не знает, как правильно. Ну, правильно только то, что мы живем здесь, в этой стране, и на эту страну пошли войной почти весь мир. Ты уверена в нашей победе и говоришь, что мы обязательно победим. Откуда такая уверенность? Мне дает уверенность наша страна. Она величайшая. И такой народ великий. Я не знаю такого еще народа, чтобы так могли защищать. То, что Татьяна Васильева – лживая и продажная тетка, для которой не важно, что молоть. Главное, чтобы платили хорошо, признает даже ее многолетний друг, актер Станислав Садальский. Следующее его высказывание – это резюме не только для Васильевой, а и для всех представителей российского искусства, изменивших своей профессии в пользу грязных денег Кремля. Она лживая. Ей все равно, что говорить. Она за деньги что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей нужно кормить детей. Ну и напоследок шикарное видео из Обухова, города в Киевской области. Там воришку-неудачника. Пинками прогнала храбрая украинская продавщица. Полицейские уже нашли нападавшего и поместили в следственный изолятор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова